микро сравнение с лифан 150 объем у них одинаковый у боксера и у лифана и просто я расскажу ощущение первый раз на боксере проехался сегодня и я хотел менять свой фан на 250 куна шины рай но тоже в интернете почитал отзывы там есть довольно такие негативные ну мало их но есть а за боксер там 99 процентов все довольны и вот мне было интересно что это за аппарат такой взял его на прокат но вот на полдня ну час я сейчас ездию проехал всего лишь там 25 километров по моему значит первое ощущение скорость набирает чуть чуть быстрее чем лифан то есть мощность как бы у него кажется она больше хотя они одинаково по 12 лошадиных сил и в лифане и здесь по 12 лошадиных сил но ощущение какое-то есть как будто здесь больше там на одну две лошадок ну может быть это мне показалось прет нормально но здесь минус какой вот нету баланс вала я думал я разницы не не замечу вот есть баланс вал нет баланс вала но все-таки заметил разницу действительно вибрирует вот допустим от ноги здесь вот когда находятся возле бака и она передается сразу на ноги но на задницу чувствуется вот это все даже видно было как вибрирует то есть баланс вал все-таки это плюс я думал не сильно ощущается есть он нету ну да ощущается все-таки и добавлю про посадку пилота где лучше сидеть на управлять мотоциклом на лифане 150 или на боксере 150 значит посадка на лифане мне очень нравится она мягкая седлуха мягкая тело находится немножко вперед как бы выдвинута руки более прямо и как-то более удобно сидеть в лифане на лифане на боксере немножко сидишь более выпрямленный руль видно немножечко как-то он больше вверх так расположен ну мне не сильно понравилась посадка в боксере может со временем конечно привыкаешь ну и коробка тут интересная тут все по все передачи вниз идут тоже на не сразу привыкнешь наверное надо дня три-четыре поездить чтобы привыкнуть значит посадка в лифане мне понравилось больше ну я думаю это просто дело привычки и сиденье там в лифане она более вроде мягкая чуть-чуть мягче там немножко но все равно как-то сиденье но ноги тут не прижимают бака к лифане там прижал ногами бак и ты сидишь так ну вот очень удобно здесь ноги не прижимают он какой-то более круглый они не так прижимают ноги и ощущение какое-то немножко дискомфорта но я говорю я проехал на нем всего лишь 25 километров поэтому это первое ощущение если бы я поехал поездил месяц на нем может быть я сказал был о классная посадка офигенная но мне как-то я не сказал что плохая но на лифане чуть-чуть лучше посадка пилота а пассажир я его спрашивал сказал разницы нету хотя тут седлуха такая длинная там она вроде немножко короче ну пассажир сказал одинаково номер два и вот друзья смотрите колесо как крутится вот стопорится видите то есть наверно с тормозом что-то надо регулировать у меня в лифане тоже не идеально крутится но она не стопорится и звук слышите но это не нормально конечно значит человек не сдал в аренду мотоцикл на день получилось там на несколько часов аккумулятор полностью разряжен в шинах было давление 0 и в передней задней задней 0 то есть вообще не подготовил его очень часто в обзорах баджач боксер вспоминают его длинное сидение поэтому мне стало интересно но неужели он такой длинный я думаю может и правда сантиметров на 10 длиннее чем у меня и поэтому я решил замеры сделать фактические поседлухи баджача 700 миллиметров получилось в лифане на моем 655 миллиметров то есть разница 45 миллиметров но это очень мало это меньше спичечного коробка я думаю будет разница больше разница несущественная хотя конечно когда длинная седлуха преимущество есть если ты едешь на дальничок можно привязать рюкзак каремат там вещи смотать ну если двоем тоже можно что-то еще там на багажник и на часть сидения положить клиренс я делал замеры клиренса но на подножке естественно не делают я одну руку держал мотоцикл другой рулеткой мерил и у меня получилось наверно неверные цифры 250 на баджач и 225 на лифан а по характеристикам в интернете 190 там и 190 там так что будем считать что у меня цифры неверные лошадиные силы я когда говорил 12 в общем в баджадже 100 процентов 12 на всех сайтах а за лифан оказывается еще интересная информация на некоторых 12 стоит а вот как на вот этом motohaus.com.ua сайт 11 лошадиных сил вот 11 лошадиных сил при 8000 оборотах в минуту я сам удивился что 11 а не 12 поэтому надо поискать свою книжечку и посмотреть что написано в ней в мануале объем у них в принципе одинаковый 144.8 в баджаж 149 в лифан цепь 428 в лифан стоит да я там видел маркировку стоит 428 когда мыл цепь я видел в баджадже родная цепь я не знаю какая вроде тоже 428 но она популярная ее на шинрай ставят на еще какие то на модели на шинрай сто процентов ставят ее она недорогая цепь кстати вот интересная информация по ней сейчас а вот значит коробка с цепью 428 цепь написано made in india и внизу на самой коробке чина ну скорее всего они же все сделаны в китае а тут перебивают пишут made in india дальше масса масса оказалась одинаковая я думал баджаж тяжелее а пишут у него облегченная рама и поэтому наверно за счет облегченной рамы у него 123 килограмма в лифане 122 и опять на разных сайтах разная информация 122 и 132 написано вот и здесь 132 стоит а в этой строке где то еще вот масса 136 4 килограмма разница вообще непонятно ну ладно там 10 килограмм разницы это бак полный не полный там да ну 4 килограмма разница я не понял чем строки отличаются и значит я вывод сделал какой баджаджи самые главные преимущества я нашел для себя 2 преимущества это смена масла в 5000 километров сменный масляный фильтр бумажный и рама под мотором для меня это важно то есть картер повредить там сложнее намного масса ты меняешь очень редко там за сезон может быть может быть раз а не так как я там за сезон 3 раза на лифане то есть я вот на лифане например 300 километров отъехал потом не отъездил потом не ехать например вот 800 допустим я должен слить масло залить новое опять потому что с собой его брать в дорогу неудобно там где-то сливать и через каждую тысячу менять ну головная боль вот это с этим маслом здесь залил даже если в 4000 менять и то ты меняешь в 4 раза реже чем на лифане это большое преимущество конечно ну по-видимому вот ресурс у двигателя достаточно хороший у баджаджа что они позволяют менять через 5000 километров и воздушный фильтр опять же воздушный масляный фильтр делает свое дело всю эту мелкую стружку себя впитывает его можно поменять и он стоит там римней 100 по моему поэтому если выбирать между тех двух мотоциклов если ты тебе лет 18-20 ты хочешь по городу просто ездить можно ли фанчика взять если далеко не будешь ездить по городу особенно девушкам он подойдет он более симпатичный если как я вот 50 по городу 50 по внедороге куда-то за городом на рыбалку с вещами там или с рюкзаками с вещами то однозначно баджадж он более вместительный смена масла опять же повторю 5000 километров а не 1000 вот сейчас был дан вот сейчас бы если бы мотоцикла не было я бы взял баджаж всем спасибо за просмотр